Просто сумасшедший день для биткоина. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин достигал 16 тысяч долларов сегодня. Моей целью была отметка в 17 150, о чем я снимал видео еще неделю назад. Но что-то сегодня я начал сомневаться, а не занизил ли я эту цель? За неделю биткоин вырос почти на 18%, причем последний 12% он сделал всего за 24 часа. Просто безумие, но мы с вами это заслужили, не так ли? Сколько мы терпели? Почти 3 года. Я думаю, мы должны поднять бокалы. А хотя нет, бокалы нельзя. Мне нельзя бокал. Давайте что ли лайк поставим за наше терпение. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим роликом. Мне будет очень приятно. На самом деле очень интересно то, что цена биткоина очень хорошо отрабатывает по модели соотношения запаса к потоку. Сток-то-флоу рейшио, о котором мы уже не раз говорили на этом канале. Но, ребята, смотрите на последние движения биткоина не только с точки зрения эмоций. Да, я тоже очень оптимистичен, но давайте немного остынем. На рынках могут наблюдаться и откаты. Во время прошлого бычьего забега было немало коррекций на пути к 20 тысячам долларам. Но, опираясь на конкретную информацию, в нашем случае это соотношение запаса к потоку, мы видим, что биткоин сейчас выглядит очень сильно. Как вы заметили, в прошлых циклах, когда эта модель переходила в красную зону, мы наблюдали продолжение роста вплоть до оранжевой зоны, где биткоин достигал своего исторического пика. Судя по этому графику, мы уже совсем близко к новому. Но под конец видео я скажу кое-что, что вам может не понравиться, поэтому дождитесь конца. Также я хочу обратить ваше внимание на следующий график, это индекс относительно силы RSI. План B, который опубликовал этот график, пишет, я уже видел это раньше, в 2012-2013 и 2016-2017 годах. Если кто из вас не помнит, именно в эти годы наблюдались крайние два исторические пика биткоина. В 2012-2013 во время бычьего забега биткоина RSI уходил в красные значения. Так же было и в 2017-м, перед достижением исторического пика биткоина RSI уходил в красные значения. Теперь посмотрите, где мы находимся сейчас, под конец 2020-го и в ожидании 2021-го. Тоже в красных значениях. Вот почему я ожидаю нового исторического пика уже в 2021-м году. Хотя, конечно, это может случиться и раньше. Только что мы говорили об узкоспециализированных инвесторах типа плана B. Но давайте обратим внимание и на макроинвесторов, о которых я уже говорил на своем канале. Три недели назад я выложил видео о том, что вы, биткоин, готовят влить большие деньги со стороны институционалов. В нем я осветил интервью Рауля Паля. Вы даже не представляете, какое огромное количество денег сюда придет. Это просто огромная куча денег. Именно об этом инвесторе, который раньше заботился лишь традиционными рынками, я бы хотел еще поговорить. Он активно твитит о биткоине, где постит свои математические наблюдения на графике. Он также сравнивает сегодняшнюю ситуацию с 2016-2017 годами. Точнее, это сравнение логарифмических графиков, где синим обозначена ситуация с 2016 и 2017 годов, а светло-серым обозначена наша актуальная. Я даже не буду комментировать это, просто посмотрите на этот паттерн. По-моему, слова здесь излишние. Выглядит все это очень позитивно. Я прямо на взводе. Всю ночь не могу уснуть и копаюсь в этих графиках. На самом деле, рост биткоина лучше любого энергетика. Столько адреналина. Походу, я спать опять не буду часов 50. Но, сколько бы мы ни говорили об идее, о каком-то тайном философском посыле своих увлечений и стремлений, нельзя сомневаться и в том, что все мы здесь в том числе и ради денег. Вот так меркантильно, зато правдиво. Я считаю это вполне заслуженно. Мы слишком долго ждали, чтобы сейчас скромничать. Даже операторы нодов Lightning Network готовятся к буллрану. Поскольку цена биткоина подскочила до новых максимумов 2020 года, те, кто управляет инфраструктурой биткоина, задумываются о последствиях. Речь идет об операторах нодов в ключевом протоколе биткоина Lightning Network. Сейчас они активно готовятся к появлению новых пользователей, которые обычно приходят на рынок вместе с буллраном. Насчет этого они пока что очень оптимистичны, ведь как мы видим, интерес к биткоину не то, что не растет, а находится буквально у самых нижних границ графика. Однако, никто не исключает, что после достижения биткоином 20 тысяч долларов этот интерес взорвется. Об этом мы сегодня еще поговорим. Почему же операторы нодов говорят о том, что они готовятся к наплыву новой крови? Речь сейчас пойдет о том, о чем я предупреждал не первый месяц, а наплыве институциональных денег на рынок биткоина, который может привести к большому всплеску синдрома упущенной выгоды среди розничных инвесторов, которым, пока биткоин болтался на дне, очень удачно вселили мысль о том, что криптовалюта это пузырь, который лопнул. Но вспомните, Square, MicroStrategy, ресторанные компании в Канаде и многие другие публичные компании выбрали биткоин, чтобы хеджировать риски от обесценивания доллара. Об этом я снимал целый ряд видеороликов. Думаю, когда биткоин снова преодолеет предыдущий исторический пик, СМИ начнут очень много и долго обсуждать это, и мы опять увидим наплыв розничных инвесторов. Это происходит время от времени, и если вы находитесь в этом криптомире так же долго, как я, то вы об этом тоже знаете. Говоря об институциональных деньгах, ребята, Майкл Соненшен из инвестиционного фонда Grayscale опубликовал очень интересные данные. Он пишет, вот это безумная цель, Grayscale достиг 8,5 миллиардов долларов активов под управлением. Ребята, Grayscale работает с институциональными инвесторами в криптовалюту, и сумма активов под их управлением растет не просто из года в год, а из квартала в квартал, если можно так сказать. Это означает лишь то, что спрос просто безумный. Майкл также указал даты и суммарную стоимость активов под их управлением. Посмотрите, за год с 31 декабря 2018 по 31 декабря 2019 сумма активов под управлением Grayscale выросла с 825 миллионов до 2 миллиардов долларов. А теперь самое интересное, в 2017 году, когда биткоин находился в булране до 20 тысяч долларов, эта сумма равнялась 2,7 миллиардов долларов. А дальше суммы были и вовсе смешными, вплоть до 42 миллионов долларов. Из этой таблички мы видим, что спрос на биткоин в 2017 году был самым высоким за те 4 года с 2014 по 2018. Но во время медвежьего рынка институционалы активно и массивно накапливали монеты. Причем в 2019 году их спрос был почти таким же, как и в 2017. Ну а сейчас, в 2020, он рекордно высок и в 3 раза превышает спрос во время булрана в 2017. Это просто не поддается воображению. Но давайте вспомним то, что инвестфонд Grayscale холдит для своих клиентов не только биткоины. Это и биткоин кэш, и эфириум, и хорайзен, и эфириум классики, и лайткоин, и стеллар люминс, и xrp, и zcash. Очень много криптовалют. Очевидно, биткоин лидирует в этом списке, но и другие криптовалюты Grayscale тоже выбирает для диверсификации своего портфеля. Очевидно, это очень хорошо для криптовалюты, и вы можете найти эту информацию и сами убедиться в этом. Именно так я стараюсь делать свои видео, чтобы вы тоже анализировали, делали собственные выводы и развивались. Чтобы не было так, что вы подумаете, этому парню что-то приснилось, а проснувшись, он начинает рисовать свои сказочки. Даже если я рисую такие сказочки, то я всегда их подкрепляю данными. И более того, я рисовал такие сказочки даже тогда, когда биткоин упал до 3000 долларов почти одной свечой. Это график биткоина в паре с долларом. Вы спросите, а что это за график-то такой? Да это обычный график, только инвертированный. Ну и я поставил 4-х часовые свечи. Как вы видите, получился самый что ни есть параболический рост. А зачем я вам это показываю? Вы точно знаете, чем заканчивается параболический рост. Не так ли? После параболического роста цена всегда разворачивается и падает вниз. Как, например, здесь. Или вот здесь. Много есть примеров. Так вот, когда происходит наоборот, не параболический рост, а параболическое падение, что мы знаем? Что оно тоже закончится. Но не падением, как в случае с параболическим ростом, а ростом. Параболический рост заканчивается падением Параболическое падение заканчивается ростом И мне там такого в комментариях писали Но где сейчас все эти комментарии? А где сейчас биткоин и его холдеры? Прежде чем перейти к эфиру, я хочу еще раз вернуться к этому графику Это график популярности запроса биткоин по всему миру за последние 5 лет в гугле Как мы видим, интерес к биткоину со стороны среднего обывателя и близко не находится с тем, каким он был в 2017 году Это означает лишь одно Сегодняшний рост биткоина происходит не за счет розничных инвесторов Он происходит за счет огромного количества институциональных денег Об этом я уже не раз говорил Об этом я уже показывал интервью Об этом я уже показывал множество данных и доказательств В том числе и в сегодняшнем видео Обращаясь к модели Stock-to-Flow Ratio Мы видим, что цена биткоина идеально придерживается этой модели Идеальнее просто некуда Именно поэтому я уверен, что интерес к биткоину проснется и взорвется намного выше 2017 года Именно тогда, когда биткоин будет пробивать 20 тысяч долларов Именно тогда все мы по-настоящему будем вознаграждены Если говорить обо мне, я очень надеюсь, что мое терпение обернется успехом И в инвестиционном смысле, и в смысле ютубера Все-таки 535 роликов сделал за чуть менее трех лет Для меня это просто подвиг, что я так долго продержался Обычно я ломаюсь быстрее, но здесь, видимо, сила идеи оказалась чрезмерно вдохновляющей Так было поначалу Но потом меня поддерживали только мои любимые зрители Которым отдельное спасибо за поддержку Итак, переходим к эфириуму Совершенно потрясающая новость, на которой эфириум тоже показывает неплохой рост Начинается запуск эфириум 2.0 Опубликован депозитный контракт Сегодня был официально представлен эфириум 2.0 Запуск нулевого блока эфириум 2.0 планируется на 1 декабря Депозитный контракт полностью функционален и способен осуществлять сбор средств, необходимых для стейкинга Также он станет связующим звеном между Proof of Work и Proof of Stake Об этом написано в блоге эфириума И сам Виталик Бутерин заявлял об этом у себя в Твиттере Я думаю, это просто шикарные новости для эфириума и всех его холдеров Шикарные и долгожданные Я уже накопил 32 эфириума и готов к эфириуму 2.0 Кто-нибудь скажите мне, что вообще происходит в криптопространстве в последние дни? Просто невероятное время Биткоин растет и растет Ему плевать на выборы, на новые локдауны, на кризис здравоохранения, на ломающиеся экономики Похоже, ему не наплевать лишь на печатание денег и безумные количественные смягчения, приводящие к обесцениванию фиатных валют Но для биткоина ведь это только плюс, не так ли? А меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайк, если видео вам понравилось А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно Богатейте! До скорого! Субтитры подогнал «Симон»